Наш духовный отец, наш пастор, который сейчас уже на небе вместе с Иисусом, Вова Крючков, он когда-то, Бог положил ему на сердце заниматься реабилитацией. Заниматься реабилитацией, потому что он сам когда-то был наркоманом. И когда он приехал в Израиль, он чудесным образом просто вот так зашел, его соседка завела в церковь, он зашел туда и там играла песня «Кадош». «Кадош» вот это. И он говорит, и вдруг с меня полились слезы, и я, эта песня играла, а я, говорит, плакал, плакал. И это грязь, это грех просто, я прямо физически чувствовал, как все выливалось из меня. И потом он понял, что он должен об этом рассказать своим друзьям, бывшим наркоманам в Казахстане. И первое, где он насадил реабилитационный центр, не в Израиле было, а в Казахстане. Он был тогда в церкви в Твери, и он попросил благословения церкви поехать открыть реабилитационный центр. И церковь не была рада, то, что у него такое желание. Ну, в общем, он уехал. Он уехал, и там как бы с нуля один, без всякой помощи, без денег, просто открыл реабилитационный центр. И это был, я не знаю, как сегодня, но еще несколько лет назад, это был самый большой реабилитационный центр бывшего постсоветского пространства. Вот. И первым человеком на этой реабилитации был Виталик. Виталик, который сегодня будет делиться над словом. Сегодня он служит пастором в городе Маалот, в конгрегации Живой Израиль. Но он был первый вовин-реабилитан там, в Казахстане. Можно сказать, вообще реабилитан. После Казахстана Вова вернулся в Израиль, и здесь уже начал служение реабилитации, через которое многие здесь присутствующих прошли. И сегодня уже некогда не народ, сегодня народ Божий, некогда не помилованный, сегодня спасенные и прощенные. Давайте мы поприветствуем. Виталик, выходи. И еще я так, тайные вещи, знаете. Мы давно договорились с Виталиком, еще три месяца назад, чтобы в это число он приедет и послужит у нас. И полторы недели назад он звонит мне и говорит, ну, я не могу приехать. А он сейчас был на энкаутере, он проходил энкаутер. Вот, поэтому у нас и пастора проходят энкаутеры, и не пастора все. Зато есть привилегия, кто прошел энкаутер, он потом может служить на энкаутере. Вот, так что надеюсь, в следующий раз Виталик будет с нами служить уже на энкаутере. Но он проходил сейчас энкаутер. И вот он за три дня до энкаутера звонит к ней и говорит, я не приеду проповедовать в церковь. Я говорю, а что такое? Ну, я, говорит, не в том состоянии, вот, чтобы проповедовать. Я говорю, слушай, давай не принимай сейчас решение, давай пройди энкаутер, а потом, говорю, решишь, будешь ты служить или нет. И вот он прошел энкаутер, и уже в середине энкаутера, говорит, я буду служить. Так что Бог действительно работает на всех. Спасибо, Игорь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Но на самом деле не все до конца, все так. Потому что интересно, что я сейчас стою здесь, когда прославление шло, и мне что-то Бог напомнил. Я говорю, ты что, надо мной подшутить решил? Вот таким вот образом. Потому что, когда я был на энкаутере, я вроде как бы все выложил. Ну, все было честно. И я тебя просил, открой, что я там не понимаю, веди меня в свой свет, чтобы я в этом свете все увидел, чтобы вообще никаких хвостов не осталось. Я даже сюда, если честно, я сегодня выехал из дома без пятнадцати пять, думая, что начало собрания здесь в шесть с Маголота. Звоню к Мише, говорю, Миш, во сколько собрание начинается? Он говорит, пол шестого. Но мы не опоздали. Мы не опоздали. Так, почему я так Богу сказал? Ты что, надо мной решил подшутить? До этого еще, помнишь, месяца три назад, да, наверное, три прошло уже, или четыре месяца, ты меня пригласил, ты меня позвал проповедовать, помнишь, что я тебе сказал? Да, у меня там, я куда-то уезжаю. На самом деле, да, я действительно с Мариной уезжал, ну, здесь по Израилю, потому что никуда нельзя выехать, и мы там на несколько дней брали, типа, гостиницы такое, со спа, ну, чисто такой отдых. Вот, но у меня была возможность вернуться и проповедовать. Но уже будучи тогда не в том состоянии, я просто вот так слукавил. Ну, вот то, что вот правда. И уже до конца. Бог живой. Про рецентр. Ну, на самом деле, ну, немножко Миша просто не знает истории. Когда Вова первый раз приехал в Караганду, чтобы открыть рецентр, да, он поехал по церквям, и везде его спрашивали одно, одно слово, два слова. Сколько лет ты верующий? Три слова. Сколько лет ты верующий? Он всем говорит, полтора года. А не, 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 иди отсюда. То есть, никто не верил, что человек, который находится в вере полтора года, может там что-то вообще открыть, и тем более еще вот такой какой-то центр для наркоманов. Вот. Но была одна небольшая церковь, его зовут Сергей Серов. Сегодня эта церковь называется Вечная Евангелие. Он откликнулся, там их сколько-то, там человек 15, наверное, было в церкви. Он откликнулся, и вот таким образом Петровка, центр в Караганинской области, поселок Петровка, был открыт. Да. И это на самом деле большое событие. Но меня туда привезли, как я думал умирать. Вот как это был, 98-й год, 7-й или 8-й сентября. 7-й сентября. Потому что то, какой я был, я бы просто, ну, я не выжил бы. Со всеми болячками, там, дистрофией и так далее, я не буду говорить об этом. Я ехал умирать. И когда я зашел, Вова так на меня посмотрел, но кто помнит его, он такой на позитиве, да, всегда. Ну, и пошутить любит, он там подшутил. Ну, что, Виталик, кирпичи потаскаем и так далее, поработаем вместе. Хотя, когда время прошло, уже месяц прошел, и ровно через месяц, в октябре месяце, меня покрестили. И мы сидели в комнате, и он мне признался, он говорит, честно сказать, я не верил, что ты выживешь. Ну, слава Богу, у Бога были другие планы, да, на меня. Да, и потом через какое-то время я молился, ну, Вова даже как бы увидел, что я живой, но я еще не верил, что я буду жить. И у нас там речка сзади репцентра, это, так скажем, Казахстан, это где степи. Ну, кто знаком, да, что такое степи. Это много-много степей, почти одни степи, степь да степь кругом. Ну, и там у нас вот этот репцентр, бывший лагерь ЛТО, кто понят, что такое ЛТО, лагерь труда и отдыха. Студенты, школьники туда на картошку ездили, в такие лагеря. Да, и там речка протекала, а я на эту речку ходил каждый день, молился. И вот я молился, я говорю, Господь, как ты думаешь, что дальше со мной? И однажды Бог мне ответил и сказал просто одним словом, живи. Вот, и я как там стоял, так и упал от радости. Я понял, что Бог мне предлагает жить, жизнь. Ну, и слава Богу, с 98-го года сколько лет уже прошло, да? Я живой, да, Бог мне подарил эту жизнь. Сегодня я хочу поделиться, это тоже будет и свидетельство, и немножко слова. Как там проповедь называется? Я шучу. Исповедание, через исповедание к свету. Я хотел вообще сначала назвать через исповедание к ведению или к пониманию. Потому что у меня был один момент в жизни, это тоже было на реабилитации. И я понимал, что Бог, как бы внутри что-то меня такое было, что меня тянуло уже из центра. Знаете, как от мамки хотелось уйти. Вовы тогда уже не было. Не просто уйти там куда-то, а именно служить, что-то делать, двигаться. И я молился, и Бог мне не открывал. И как-то пригласили нам в церковь одного пастора с Караганды. И он проповедовал. Я, честно сказать, я не помню название проповеди, но я помню, какая тема была. Именно об исповедании. Я когда вот так сидел, его слушал, послушал проповедь. И даже если проповедь не закончилась, я пошел в степь молиться. И мне было очень тяжело, какой-то камень был в сердце. Я стал молиться, прорываться. И такая вот примерно у нас, допустим, здесь степь, здесь река, и здесь вот обрыв. И там обрыв, наверное, метров 5, может 4. Но это высоко, да, 5-4 метра. И я когда на языках молился с закрытыми глазами, и вот как бы я понял, что все, я прорвался. Я глаза открываю, мои носки на краю обрыва стоят. То есть это был мой прорыв. И я прихожу в комнату к пастору. Тогда вместо себя Вова поставил Юру пастора. Мой его зовут Юра. И я захожу в комнату, и такой, знаете, что интересно, что Бог сделал? Я захожу в комнату, Юра сидит за столом, там какие-то печенья, конфеты на столе и две кружки чая. Я так зашел на него, посмотрел. А ты что, меня ждал? Он говорит, я тебя ждал. На исповедание с чаем. И вот, когда мы с ним поговорили, через короткое время, я точно не помню, сколько там прошло, дней, может быть. Ну, наверное, дней, скорее всего. Бог мне показал, ты поедешь в свой город и будешь открывать филиал. Реабилитационного центра только в своем городе. Откуда ты приехал в Петровку. Ну, так и вышло. Я подошел к пастору, я сказал, Бог мне открыл, что я должен делать? Он говорит, ты поедешь на пустое место. Я говорю, я поеду на пустое место. И я поехал в город, да, и этот филиал, Бог мне дал открыть его. По сегодняшний день этот филиал есть. Вы знаете, что исповедание дает свет. Понимание того, что от тебя хочет Бог. И вот после этого инкаутера тоже что-то произошло со мной. Очень важное. Потому что я действительно был во тьме. То, что со мной происходило, даже и страшно говорить. Хорошо. Я как бы это не с телефоном и не с планшетом. Хорошо. Хорошо. Доченька, не очень. Очка. Спасибо. Знаете, что я у себя в церкви проповедую очень харизматично. Когда я куда-то приезжаю, я теряюсь. В общем, неисповеданный грек делает человека изгоем. И вот в последнее время я приеду на какое-то общение с верующими людьми не из моей общины. То есть в моей общине это как, знаете, такая семья очень близкая, и там легко как бы спрятаться, чтобы тебя не было видно. А вот когда ты приезжаешь, где вот какое-то собрание верующих людей, ты туда заходишь, и тебе не о чем, ни с кем поговорить. Ты прячешь глаза. Тебе раз что-то... Как у тебя дела? Ну это такое, ну чтобы выглядеть как все. Ты такой, отлично, все хорошо. Ну как бы сказал и отошел дальше. То есть ты не можешь жить среди верующих людей. Хотя да, ты как бы являешься спасенным человеком. Ты, ну еще утром встаешь, там молишься, еще читаешь Библию и все, но что-то не то. И знаете, что самое интересное, что я понимал, что что-то не то. Я знал конкретно, что не то. Я приходил на алтарь к Богу, я поклонялся Ему, я молился, кричал, каялся, просил прощения, избавь меня, очисти меня от этого. У меня ничего не получалось. То есть я помолился и как бы чего-то жду, жду того, что было раньше. Когда я имел радость от спасения. Помните Псалом 50, да? Господи, верни мне радость спасения моего. Я ему говорю, Господи, дай мне действительно быть счастливым от того, что я спасен. Какая-то рутина, все не так. И ты продолжаешь дальше с этим жить и в этом ходить. Самое, наверное, страшное было не тогда, когда я принял решение что-то с этим делать. Где я был, когда я узнал, что будет энкаутер? А, пастырское собрание было. Я был здесь на пастырском, я узнал, что будет энкаутер, и я точно понимал, что мне нужно на энкаутер ехать. Но вот когда я приехал на энкаутер, я вот здесь вот стоял, там вот, где вот ребята сейчас как раз сидят. Мы за одним столом, да, сидели? Да. И когда выходили здесь вот на покаяние, я вышел, стою, и у меня вот здесь вот так вот подошло. И кто-то мне это проговаривал, я не знаю, ну, понятно, кто лукавый, да? А ты не боишься за свой статус? Ну, что такое статус? Ну, ты пастыр? Я такой стою. И вот в этот момент, когда лукавый мне проговорил эти слова, я вспомнил тот момент 98-го года. Вы знаете, для меня тогда вообще не важно было. Я готов был ради него на все. Я как-то, я когда заключал завет с Богом, я ему сказал такие слова. Ну, это был мой личный завет с ним. Это один момент, когда он со мной завет заключал, и у меня с ним был завет. И я ему сказал, Господи, даже если на коврике, ну, лишь бы только у порога дома Твоего. Понимаете, да? То есть, не важно, ну, лишь бы только рядом с Тобой. Не важно там, как, в каких обстоятельствах, в каком состоянии, в благополучии, не в благополучии, только рядом с Тобой. Вообще не важно. Если даже мне придется, как бы, ну, оставить все ради того, чтобы быть с Тобой, я готов оставить все. И когда я здесь находился, и после этого я размышлял о случае с Давидом, когда вот у Давида была, он увидел девушку красивую, ее звали Версавия, да, помните? И там тоже был момент, насколько я так вот понял, ну, как я вижу это местописание, что это было одноразовое развлечение. То есть, он увидел, взял, было хорошо, ну, и все, и забыли, как бы, да? Да? Ничего страшного, но один раз ничего страшного. Хотя тот уровень его жизни, ну, как бы вообще, как царя и как духовного человека был очень высок. Аминь? Согласитесь? Очень высок. И когда ему, помните, Версавия присылает записку, я беременна, и вот тут сработал вот этот вот момент, вау, это позор, что они про меня скажут. «Я царь» плюс любимчик Бога. И понимаете, и вот на этот грех начал накладываться, что? Еще один. Помните, да, он его позвал к себе. «Иди, сходи домой, переночуй с женой». А тот дома даже не ночевал. Он говорит, почему ты не ночевал дома? Как я могу ночевать дома с женой, когда там мои воины и мой командир, они там сейчас на поле битвы. Он ему, ну, тогда это, тебе надо написано. В общем, он его напоил, думал, все-таки что-то у них там с Версавией произойдет, ничего не произошло. И план, план, план за планом, план за планом. Грех. Вы знаете, что грех идет по нарастающей. И точно то же самое было в моей жизни. Он не уменьшается. Чем больше человек затягивает высветить то, что его гнетет внутри его и делает его рабом греха, тем хуже становится. Поэтому, когда ты понимаешь, как верующий человек, потому что Дух обличает, Дух никогда не молчит. Дух обличает, и мне Дух тоже проговаривал. И я, в принципе, каялся, я, в принципе, исповедовался перед Ним. Но этого было мало. И вы знаете, и вообще-то исповедание – это библейский фактор. Аминь. Кто со мной согласен? Ну, можете открыть некоторые места Писания, я там давал, да? Матфея 3.5 и, по-моему, Деяниях 19-18. Матфея 3.5 и, по-моему, Матфея 3.5 и, по-моему, Матфея 3.5. Аминь. Подождите, почему не то, что ли? Может быть, 3.6, да, дальше. Там помните, где еще… Да, это, наверное, дальше. С Иерусалима, с Иорданией, откуда там еще приходили к нему люди, крестились и исповедовали грехи свои. То есть, да, на основании Священного Писания, как бы, мы видим, что это, да, исповедоваться в грехе нужно. И лично на моей практике, на моей жизни я вижу, что исповедание важно, потому что без этого ты не вытянешь. И вы знаете, что с Давидом произошло? Он тянул до последнего и не сделал ни одного шага навстречу к Богу. А можно сказать, что Давид был духовным человеком? Сто процентов. Голиаф и так далее и тому подобное, да? Его поступки, его поведение, как он себя вел. Это был духовный человек, но он просто заглушил духа, он не слушал его. То же самое происходит с человеком, когда ты не прислушиваешься Духу Святому, ты затягиваешь, а грех на грех начинает накладывать. И потом еще хуже и хуже и хуже. Ты прячешься от людей, ты боишься встреч с верующими людьми, ты закрываешься ото всех. А самое главное и самое страшное, что ты начинаешь лицемерить, вести двойной образ жизни. Здесь ты такой, там такой. Верующего люди где должны видеть? А? Везде. Что он верующий? На работе, дома, в автобусе, в машине, в троллейбусе, везде. Аминь. В самолете. Когда начинается двойная жизнь, это страшно. Двойной образ жизни. Ты там и здесь. И не там, и не тут. Я сказал Богу, что я готов заплатить любую цену. Вот здесь, когда я стоял. Я отдаю все. Если мне скажут, что ты больше это, я приму все, я готов. Но мне главное вернуть радость спасения твоего. Опять переживать благодать. Смотреть людям в глаза и не бояться этого. Аллилуйя. Что-то еще хотел сказать. Как-то однажды Вова сказал, он еще раньше это говорил, и есть проповедь его. Он сказал, что какие-то вещи нужно возлюбить больше жизни. И вы знаете, что это такое? Это полюбить прощение. Я потом уже к этому ко всему дальше приложил. Полюбить чистоту в Иисусе Христе. Аминь. Полюбить легкость внутреннюю, когда тебе легко и тебя ничто не гложет. Любить это состояние. Я как-то однажды слышал его молитву, когда мы еще были на реабилитации. Я был на реабилитации. И он так молился, кричал. И он говорит, я никому не отдам тебя. Он так говорил. Громко, харизматично. То, что есть у меня внутри, никто у меня не заберет. Я не позволю. А вы знаете, сегодня в мире так много вещей, которые хотят у нас похитить то, что мы имеем внутри себя. Это мир с Богом. Это чистота. Это легкость. Это ощущение прощения. Что ты ощущаешь, что ты прощен. И ты в этой легкости ходишь. Ты живешь этим. И кто-то приходит и хочет это забрать. Какой-то случай, какой-то момент. Или какое-то допущение. Что-то маленькое взял, допустил. Да ничего страшного. Это маленькое. Но это маленькое потом превращается в большое. И ничего внутри не остается. Я говорю, лучше умереть, чем жить без этого ощущения прощения и чистоты. Зачем тогда смысл какой? Смысл. Это когда ты верующий. У неверующего есть шанс. Он неверующий, еще у него все впереди. А когда ты уже вкусил благость Божью. И пережил его благодать спасительную. И потом, ввиду разных обстоятельств, раскидываешь это все. Лучше этого не делать. И мы с Мишей говорили, и мне очень сильно коснулось то, что он сказал мне. Он говорит, знаешь, ну вот нужно сейчас вот именно жить так, как будто бы Иисус вот сейчас придет. Помните написано в Библии, что один берется, один оставляется. Помните? И вот представь, вот ты сейчас сидишь здесь. Иисус приходит, и люди начали уходить. И ты такой думаешь, я сейчас, наверное, тоже. Все ушли, а ты остался. Вау, да? Сделать надо Господа в своей жизни самым главным. Аминь. И это не слова просто. Это действительно должно быть так. Не слова, это действительно должно быть так. Что он самый главный. Он важнее всего. Его благодать, Его близость ко мне важнее всего. Ничего вообще не важно. Все остальное откинуть в сторону и жить вот этим вот. Жить Божьим. Аминь. Можно я спою одну песню? Ну хорошо. Я не профессионал, я любитель. Ничего, да? Да. Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok День сменяется ночью Не знает никто, что есть счастье, что есть добро Но я знаю, что у меня есть Бог, который любит меня Иисус даёт тебе новую жизнь Иисус даёт тебе новую жизнь Иисус даёт тебе новую жизнь Поверь ему Я посмотрел на мир, такой какой он есть Деньги власти обман, но что-то есть ещё Есть ещё то, что больше всего То, что в жизни приносит добро Моя вера, что у меня есть Бог, который любит меня Иисус даёт тебе новую жизнь 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 Пусть любовь твоя Мой Бог согревает Сердце мне И вся боль внутри, как лёд, растает. О, Спаситель мой, Иисус, прикоснись ко мне, И пусть я в любви Твоей потеряюсь. Пусть любовь Твоя, мой Бог, согревает В сердце мне, и вся боль внутри, как лёд, растает. Иисус, поток воды живой, Иисус, хочу навеки быть с Тобой. Иисус, Ты жизнь, Ты песнь моя, Иисус, прошу согреть меня. Иисус, поток воды живой, Иисус, хочу навеки быть с Тобой. Иисус, Ты жизнь, Ты песнь моя, О, Иисус, прошу согреть меня. Прошу согреть меня. Прошу согреть меня. Отец Небесный, спасибо Тебе, что Ты приходишь вовремя, Бог. Ты всегда приходишь вовремя. Ты никогда не опаздываешь, Господь. Единственное, что мы должны сделать, это откликнуться, да, откликнуться на Твой призыв, на Твой зов, когда Дух Твой Святой взывает в наших сердцах. Что нам нужно сделать? Да что самое главное? Ничего нет самого главного, Господь. Это переживание Тебя в своей жизни, Твоей благодати и спасения, Господь. Это общение с Тобой, Господь. Это пребывание с Тобой. Это благоговение и благоухание в Твоем присутствии, Божьем. Ничего больше нет важного. Вот это и есть важное, Божье. Не дай нам поколебаться, когда придет время. И дай нам всегда делать правильный выбор, Господь. В сторону Тебя. В сторону Твоей любви и милости, Господь. Спасибо Тебе, Иисус Христос, что Ты вовремя пришел в мою жизнь. Все изменил, Господь. Одним прикосновением. Благодарю Тебя, Боже Святой. Благослови каждого из нас, Господь. И дай нам всегда, Божий Святой, Твое ставить выше всего, что есть на земле и в нашей жизни. Прошу Тебя, Господь. Молю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Боже Святой, за этот вечер. Я благодарю Тебя, что Ты дал мне сегодня сказать то, что было на сердце от Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя. Преклоняюсь при Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Господь, за жертву Твою на Голгофском кресте, что Ты умер за каждого из нас, чтобы мы сегодня жили, что Ты воскрес, Господь, чтобы исполнить нас Духа Святого и наполнить нас дарами Своими, Господь. Мы хотим Тебе, Отец Небесный, сказать большое спасибо за эти дары, Господь, за тело Иисуса Христа и за Его пролитую кровь, и мы сегодня, Господь, хотим совершить это Таинство, Божий Свят, на этом месте. И действительно, Господь, совершить это Таинство в воспоминании о Тебе, о том, что Ты сделал, Господь, на Голгофском кресте. Благослови, Господь, этот хлеб, и мы примем его, как тело Твое, ломимое за каждого из нас. Благослови, Господи, это вино, и мы будем пить его, как кровь Твою, святую, пролитую за нас, Господь, Которая очищает нас от всякого греха. И дай нам, Отец Небесный, принять сегодня вечерю Господню с чистым сердцем Божиим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю за воскресенье Твое, За победу Твою, за победу Твою, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Иисус. 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 За победу Твою Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Просто я Благодарю 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 Одну секундочку, я забыл просто, мы последний день месяца ставим, мы собираем именно на здание, на церковь, то есть я забыл просто сказать, давайте, то есть это вот корзиночка еще, можно пока продолжить, пока будем расходиться, кто на церковь принес вот в корзинку, хорошо? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...